по традиции чего кого всем отличного дня и прекрасного настроения на нашей кухне сегодня ну просто такой простенький замечательный и необычайно вкусный рецептик сырников которые я просто вот обожаю с детства я бежал на кухню и с нетерпением глядел на сковородку когда же когда же бабушка или мама вот достанет первый готовый сырничек и положит его с пылу жару на тарелочку собственно после этого я полюбил их также готовить готовлю достаточно часто и очень люблю их потреблять просто в немеренных количествах после потребления этих сырников обычно я выхожу из за стола как рыба шар вот сегодня познакомлю но не думаю что это что-то будет для вас новое но познакомлю с тем рецептом по которому я привык готовить свои вкуснейшие сырники и так ингредиентов сегодня ну просто до безобразия мало на нашем столе начну я наверное с главного с творога творог девятипроцентный и ну не знаю он ну вот честно сейчас у меня не самого прям таки лучшего качества он обладает зернистостью но вот для сырников в идеале не вот этот вот рассыпчатый зожный такой творог а именно вот как масса до чтобы меньше было вот этих всяких зерен и пор в твороге не знаю как это лучше сказать далее у меня два жел . 2 жел . белок и отделил две столовые ложечки муки с горкой я люблю послаще у меня тут две с половиной столовые ложечки без горки сахара ну или две с горкой ванилинчик не ванильный сахар не натуральная ваниль которая очень дорогая а именно ванилин ну его можно добавлять можно не добавлять мне нравится такой легенький ванильный привкус да ну добавлю его совсем чуть-чуть и не знаю в качестве усилителя вкуса так как соль это все таки усилитель вкуса ну я когда добавляю когда не добавляю но сейчас добавлю дабы рецепт казался мой более солидным и так что мы делаем у нас вот две пачки по 200 грамм творога или по 180 но скорее по 200 по моему там было написано 200 добавляю желточек в творог наш добавляю муку напомню две столовые ложечки с горкой добавляю туда сахар у нас тут две с половиной или опять же две столовые ложки с горкой чуть-чуть ванилина вот буквально чуть-чуть ложку туда пущу ничего не зачерпнул опять ничего не зачерпнул где же он может меня обманули но вот не знаю о на кончике зацепил зацепил сюда добавил и давайте посолим опять же соли чуть-чуть все хорош вот у меня консистенция готова осталось только ее перемешать и но не знаю иногда я убираю в холодильник для более легкой лепки но сырники это такая вот быстрая у нас еда которая обычно но когда вся семья едет на дачу ну не знаю кто теща мама бабушка говорят вы пока разгружайте машину а я по быстренькому слово по быстренькому тут ключевое по быстренькому приготовлю что-нибудь поесть сырники будете все говорят конечно будем и она бежит и вот за то время пока семейство разгружает машину с рассадой едой шашлыками и теплыми вещами взятые с собой на майские праздники на дачу она успевает заготовить на все семейство просто вот гору этих сырников все берем ложечку и тщательно перемешиваем нашу заготовочку для сырников перемешивание вы естественно понимаете что главное достичь однородности тут опять кто-то комбайны использует ну комбайна у меня пока нет но он был куда-то благополучно исчез скорее всего в сторону свалки потому что его добили неправильным использованием вот поэтому мы берем ложечку моем случае от пластиковой потому что она гнется и мне кажется ну мне для меня кажется что мне легче так хотя честно говоря навряд ли вот получаем какую-то уже массу творожную кстати всегда задумался почему нельзя купить обычную творожную массу и просто ничего не добавляем налепить из нее сырники надо как-нибудь проверить или почитать в интернете может быть может быть такой рецепт будет еще быстрее и вкуснее не знаю хотя навряд ли что-то может быть вкуснее классического рецепта сырник ну чем черт не шутит как говорится вот смотрите массу я намешал такая вот желтенькая такая приятненькая ваниль чуть-чуть присутствует именно чуть-чуть потому что резкий запах ванили ну не знаю это уже какой-то отталкивающий это вот в туалете не знаю потом все начинают разбегаться от этого мощного запаха или вонючка в автомобиле тоже все любят покупать ванильную а потом окна на распашку эту вонючку на помойку и собственно машину в утиль все вот получили все прекрасно можно убрать в холодильник но опять же вспомним быстрый рецепт поэтому никаких холодильников сейчас достану муку посыплю и начну лепить сырнички сковородочка уже у меня на плите осталось ее включить но это дело одной минуты все достаю муку убираю уже ненужные ингредиенты и начинают лепить свои великолепные сырнички вот муку я насыпал и смотрите какой момент многие сразу начинают руки но я не специалист как вы помните в тесте но почему не следует сразу вот в муке обваливать свои ручинки потому что вы влезете туда да и у вас получится что вот это вот творожная масса она начнет вот пропитывался этой мукой и соответственно в сырниках которые мы будем катать появится трещины дака мы положим их на сковородочку они разойдутся и ну не в не очень презентабельно будет все это смотреть спойте у многих такая корочка появляется здесь и трещина ну вот мы хотим однородности такой вот чтобы все красивенько было поэтому сначала я налеплю сырнички каждый вот шарик такой ну вот где-то ложка да это 50 грамм а потом я обваляю все это в муке и придам сырничкам нужную необходимую форму все начинаю лепить вот 5 заготовочек у меня получилось хотел больше но получилось 5 соответственно что было то было все теперь можно смело натирать рученьки мукой посыпать сырнички также мукой и уже им придавать им финальную форму все берем первый у нас шарик обкатываем его второй обкатываем в муке обваливаем берем третий шарик берем четвертый шарик все это мощно обваливаем смотрите все у нас вот колобки получились берем маленький пятый шарик также его обваливаем все вот они колобочки уже что-то получается похожее на классические сырники какие мы любим получше обваляем собственно все берем ножик желательно лопаточку обстукиваем их и смотрите вот он трещинки есть но опять же скажу творог у меня сегодня не самый примут великолепного качества какой был обычно кстати сырники и готовят вау творог забыли в холодильнике давайте что можно приготовить конечно сырники из него вот именно такой наверно творог у меня и лежал две пачки надо было что-то с ним сделать и тут естественно первое что приходит на ум это сырнички вот видите такая вот классная форма получается и поварской нож не самый плохой инструмент для придания сырников сырником их формы в виде хоккейной шайбы все вот последний у нас кусочек остался давайте еще чуть муки постучим по нему и что пять великолепных сырников почти готовы все перехожу к сковороде разогреваю и быстренько готовлю творожное чудо ну что мы переместились к плите беру растительное масло желательно естественно сливочное но сливочное у меня сегодня трагически не оказалось так что вот собственно ждем чуть-чуть пока у нас сковородочка прям раскалится и аккуратненько перекладываем наши сырнички на сковороду первый пошел еще чуть-чуть муки второй пошел сырничек пошел третий сырничек надеюсь все у нас влезут хотя хотя влезут вот все пять сырничков 5 кстати гад чуть-чуть пристал все и пошел у нас процесс так давайте подцеплю корочка уже пошла у нас образовываться давайте перевернем первый сырничек а запах я скажу стоит прям вот именно тот самый запах на который я и бежал всегда на кухню когда чуял что мама или бабушка начинали готовить на кухне сырнички так но они кстати не все равномерно естественно зря я некоторые перевернул но как говорится будем по готовности вот два у нас приготовиться эти можно еще чуть-чуть с этой стороны по запекать а вот эти два которые я положил первыми я думаю как только с другой стороны образуется корочка собственно можно уже перекладывать в тарелку так эти у нас готовы сырнички корочка там все у нас отлично эти мы наверное переложим чуть-чуть еще на 30 секунд на другую сторону вот видите все больше не надо это прям идеальная степень запекания сырочков еще 30 секунд и туда же в тарелочку переложу а вот эти сырнички давайте я вам покажу смотрите как и все аппетитника и послушайте вот этот звук когда корочка у нас пропеклась и прям просит чтобы ее намазали сгущенкой посыпали сахарком или намазали варенье все 30 секунд вырубаю плиту перекладываю сырнички на тарелку такие большие получились очень аппетитно выглядящие наведу сейчас порядок и я люблю сахаром посыплю сахарком и попробую на вкус они как раз чуть-чуть к тому моменту посты чтобы не обжечь себе все и вся как вы видите я порезал и уже не удержался отъел пару кусочков поэтому вот большой кусочек возьму сырник он просто заставляет меня его съесть и даже без сахара без варенья без гущенки он очень очень вкусный люблю именно такую консистенцию когда он чуть-чуть сыроват чуть-чуть сыроват ни в коем случае нигде никаких там черных обугленных краешков вот чуть-чуть с этой стороны чуть-чуть с той стороны появилась румяная корочка и срочно снимаем его со сковородки все есть кто не умел готовить или не готовил сырнички срочно бегите в магазин ингредиенты нехитрые я думаю вас дома нет только творога собственно и готовьте их скорее очень их люблю и ну думаю все этот рецепт знают чуть-чуть с разными вариациями но я прям вот не мог удержаться и не показать как делаю я эту вкуснятину все подписывайся на мамкиного блогера ставь лайк комментируй на все отвечу все замечу вас люблю и машу вам рукой пока пока пока